537 человек входят в состав первичной организации Общества охотников и рыболов в СМПО. В конференц-зале Дома книги на конференцию собрались делегаты от охотников и приглашенные гости. И кворум для проведения отчетно-выборного собрания имелся. Заседание прошло бурно и эмоционально. Единственный вопрос, который собравшиеся приняли единогласно, это оценка деятельности общества за последние пять лет. Работу признали удовлетворительной, хотя совсем без вопросов не обошлось. Интересовались охотники, кто и как работает с молодежью, и во сколько раз уменьшились лесные угодья, предоставленные для охоты. Следующим в повестке заседания значился вопрос о выборах руководящего состава первичной организации. И если за 13 членов бюро охотники проголосовали без сомнений, кандидаты и присутствовали здесь же, то выборы председателя первичной организации охотников и рыболов в СМПО зашли в тупик. В конечном итоге собрание решило эту важную миссию доверить новым членам бюро. Еще сложнее обстояло дело с выборами делегатов на районную конференцию и кандидатуры от ВСМПО на пост председателя правления Верхнесалдинского общества охотников и рыболовов. У нас кончается срок пользования угодьями через два года. Надо переходить на новую форму управления. Новые документы. Сейчас называется долгосрочная лицензия на пользование объектами животного мира. Будет называться охотсоглашение. Там другой пакет документов. Все другие площади допустимы для людей неохотничьего хозяйства. В общем, многое другое. Это занимает много времени в оформлении в бумагах. Надо по три месяца в одном лежит организация, в лесном департаменте, три месяца в охотничьем департаменте. И самое главное, предусматривается плата 10 рублей за гектар. А на юридическое лицо допускается 80 тысяч гектар в одном административном округе. То есть у нас, допустим, два, Верхнесалдинский и Нижнесалдинский. То есть 160 тысяч гектар. Это умножить на 10 рублей, это получается 1 миллион 600 денег надо. Вот сейчас в этом проблема. Это можно было начинать три года назад делать, собирать деньги, какую-то копилку, что-то делать и постепенно переоформлять. Но этого ничего не делалось. Люди беспокоились, значит, руководством нынешним. Ну и, значит, на собрании, вот на таком же, значит, перевернули на Неймаш, выдвинули мэкендатуру на постпредседателя. А дело в том, что не оформив эти документы в срок, значит, охотхозяйство кидывают на салон открытый. А там, у кого есть денежки, тот и владелец. А владелец, это что? У нас уже есть пример в Голопаевском районе, на соседнем с нами границе, губа взял. Поставил шлагбаум, никого не пускает. Вот это может ожидать наших охотников. Ознакомить всех собравшихся со своей программой Александру Григорьеву не довелось. Обсуждение кандидатуры на постпредседателя правления районного общества проходило за закрытыми дверями. Гостям и рядовым охотникам предложили удалиться. За кандидатуру действующего председателя районного общества Михаила Рогожи охотники голосовать не стали, решив определиться непосредственно на районной конференции. Она состоится 24 апреля в Нижней Салде. Первичную организацию охотников и рыболовов СМПО будут представлять 40 делегатов. Но участвовать в работе конференции без права голосовать могут все желающие.